Так или иначе, здравствуйте. Тема этой передачи – несанкционированные свалки мусора в частном секторе города Магадана. Все, кто проживает в частных домах в нашем городе или сталкивался с этим явлением, знает, проблеме этой очень много лет. И заинтересовала нас эта тема потому, что высвечивает интересные социально-психологические стереотипы и общественные отношения. Так или иначе, вкратце, суть проблемы в следующем. Вывоз и утилизация бытовых отходов и мусора – это коммунальная услуга. За эту услугу надо платить. Но жильцы многоквартирных домов дисциплинированно оплачивают вывоз мусора, а вот большинство жильцов частного сектора – нет. Почему? Ну вот не хотят и все тут. Не заключают договоры со специализированными организациями и не платят за эту коммунальную услугу, а просто вываливают свой частный мусор неподалеку от своего частного дома, образуя горы отбросов и нечистот на территории города Магадана. Так или иначе, давайте посмотрим на наш город с точки зрения основных типов жилых помещений, в которых проживают магаданцы. Доминирующим типом жилья у нас являются многоквартирные жилые дома. Так уж сложилось с советских времен и в нашем городе и в нашей стране в целом, что господствующий коммунальный тип жилья и инфраструктуры за десятилетия породил особый тип отношений в обществе. Все вокруг народное, все вокруг мое, то есть ничье. Вот давайте порассуждаем на эту тему. Так или иначе, социологи еще с 90-х годов пытаются объяснить доминирующий у населения патернализм – это ожидание решения своих проблем кем-либо, но не силами собственными. В том числе и феномен коммунальной психологии. Действительно, многоквартирным жилом доме сложно и иногда невозможно индивидуально принимать решения по вопросам функционирования общедомовой инфраструктуры, инженерных сетей, общедомовых расходов. Соответственно, невозможно и нести индивидуальную ответственность за подобные вещи. Люди многоквартирных домов вынуждены принимать коллективные правила игры, которые в советское время определялись сверху. ЖЭК или РЭУ раньше отвечали за жилищно-коммунальное обслуживание. Вывоз и утилизация бытового мусора происходит там организованно, и с оплатой этой коммунальной услуги проблем особых не возникает. Она включена в квитанцию и управляющими компаниями. Странно, правда? Психология коллективизма вроде должна мешать проявлению индивидуальной ответственности? А нет. Так или иначе, жильцы частного сектора, по идее, должны быть образцом психологии, индивидуализма и опоры на собственные силы. Кто, кроме них самих, позаботится о частном доме и его частных проблемах? Но мы видим совсем другую картинку. Почему же люди, не зависящие в обслуживании своего частного дома от других, перекладывают ответственность за вывод своего мусора на дядю? Может быть, магаданские блогеры из частного сектора возьмутся за решение этой городской проблемы? Но что-то мне подсказывает, что все-таки вряд ли. Так или иначе, дело тут, видимо, в нашей старинной русской привычке – к халяве. Ведь все понимают, если бы за отказ заключить договор на вывоз бытовых отходов частнику бы грозил немалый штраф, все наши индивидуалисты давно бы ими обзавелись. Но если можно не платить и ничего за это не будет, то зачем платить? Все логично. Так или иначе, надо понимать и другое. Бесплатного сыра не бывает. И вывоз мусора из частного сектора в настоящее время оплачивается только вот не гражданами там проживающими, а муниципалитетом. А деньги это народные, то есть наши с вами дорогие телезрители. Так или иначе, до свидания. С вами была Таня Брайс. Надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok